Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Профильным министерствам и ведомствам. Александр Иванов рекомендовал приложить максимальные усилия в решении вопроса газификации дома. С такой просьбой обратилась жительница Черкеска. Живет она с внуками, а сын участвует в спецоперации. Само жилое помещение расположено на окраине города. Чтобы это сделано было по себестоимости, если надо, мы купим трубу, какую надо, если надо, мы купим электроды. Мы купим какие-то стойки, вот здесь в строидворе нам дадут скидку, а вы дайте нам человека, который хосспособом как-то это приведет. Вот такая будет просьба. Но сейчас мы пойдем этим путем. Пока юридическим, чтобы было все четко. А если уже не сможем решить так, мы пойдем этим путем. Но проблему надо решать. У нас президент об этом говорит четко. Как к своей проблеме относитесь к тем людям, у кого сегодня близкие люди находятся в зоне специальной военной операции. Они за нас с вами воюют. Сотрудники отдела МВД России по Черкесску совместно с представителями Народного фронта провели рейд по местам проживания лиц, занимающихся попрошайничеством. В ходе профилактических бесед установлено, что данные лица, как правило, прибывают с территории соседних республик ближнего зарубежья, проживают в съемных домах, чаще в пристройках большими семьями. У некоторых из них нет документов, поэтому возникают правовые сложности по привлечению их к административной или уголовной ответственности. Дети из указанных семей не посещают школы, не наблюдаются в медицинских учреждениях, вследствие чего нарушаются права несовершеннолетних на получение образования или же квалифицированной медицинской помощи. По всем нарушениям, в частности миграционного законодательства, выявленным в ходе рейда, собраны административные материалы. Что касается основного занятия данных лиц, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения республиканского закона номер 40 об административных правонарушениях, в соответствии с которым за навязчивое обращение гражданам в общественных местах с целью гадания, либо попрошайничества предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok С октября начался осенний призыв граждан на срочную службу, который продлится до конца года. В Черкесске состоялась торжественная отправка призывников Вооружённой силы Российской Федерации. Подробности у Али Баташева. Сборный пункт военкомата. Множество людей. Несколько минут до отправки на срочную службу. Призывники прощаются с родителями, друзьями и подругами. Как и многие военнослужащие, Кирилл Дысенко надеется отслужить достойно и вернуться домой. Надежда гордится своим сыном. Разлука завершится счастливой встречей. Убеждена мама. С большой гордостью, но с большой тревогой, честно. У нас сейчас такие неспокойные времена. Но будем надеяться, что не подведет, да? Конечно. Причин для беспокойства нет. Срочников отправлять в зону спецоперации не будут. А воинская служба – священный долг каждого гражданина страны, считает Кирилл. Закаляют мужчину. Если нет каких-то качеств, там приобретут. Если есть хорошие качества, то станут еще сильнее. Я всегда хотел в армию. Я еще счастлив. В каких войсках собирался служить? Всегда была мечта в разведке, а так не знаю куда. Что ты для этого делал? Занимался спортом? Занимался, да. Бегал на трониках, занимался. В этот день на плаце сборного пункта военкомата 33 призывника. Перед отправкой к местам прохождения службы, со словами напутствия, к ним обратились руководство военкомата, духовенство, представители власти. Служба в армии – это не только долг каждого мужчины, но это еще ответственный и мужественный шаг. И мы вам желаем, чтобы вот как сегодня ясная погода была, чтобы ваша служба была такой же ясной и легкой. Служба в армии, она не бывает простой и легкой, но это школа мужества, и настоящий мужчина должен ее пройти с честью и достоинством, потому что наши молодые люди идут в армию служить для того, чтобы с оружием в руках научиться защищать себя, свою семью, свою родину. Свои музыкальные подарки защитникам Отечества подарили артисты республиканской госфилармонии. Призывники прошли по плацу торжественным маршем под музыку прощания славянки, чеканья шаг и держа равнение направо. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии увековечили память ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя республики Али Тамова. Мемориальную доску открыли в средней школе аула Малилы Зеленчук, где он проработал более 40 лет. Подробности у Али Баташева. Этой школе Али Тамов посвятил более 40 лет своей жизни, из которых 16 занимал должность директора. Преподавал математику и физику, работал завучем, а впоследствии возглавил учреждение, ставшее одной из лучших школ республики. Мудрого наставника и талантливого руководителя с теплотой вспоминали его коллеги и ученики. Сегодня он для нас является образцом для подражания в педагогической сфере. Это и вопросы педагогики, как необходимо сегодня относиться к своей работе в первую очередь, к ученикам, к родителям, ко всем участникам образовательного процесса. Всегда говорили, что он учитель от Бога. Он был учителем математики. Это была его вообще детская мечта. И дети говорили, что вот он голову раскрывает и туда нам тему вкладывает, кладет тему. Настолько он объяснял все доступным языком, доступным языком для детей. Али Тамов родился в 1924 году. Преподавать в школе стал с 16 лет. В его жизни было много испытаний. Великая Отечественная война и трудные послевоенные годы. Но он никогда не изменял своему призванию учителя, вспоминали коллеги. Главным качеством Али Тамова была доброта, считает его сын Мухаммед. В любом человеке он сначала выделял хорошие, лучшие черты человеческие. Плохие он либо не замечал, либо о них не говорил. Поэтому все к нему тянулись. У него, где он только не появится. В Москве познакомился с кем-то, в санатории где-то с кем-то подруг. Становились друзьями и десятилетиями переписывались. Али Тамов сформировал профессиональный коллектив, в котором каждый чувствовал себя членом большой педагогической семьи. Памятная доска на стене школы напоминание о том, каким должен быть настоящий учитель и руководитель. Али Баташев, Ольга Савенга, Али Бастанов. Вести Крачаева, Черкесия. Хабеский район. Просветительское озеленение – символ благодарности и уважения. В Черкесске в Центральном парке высадили аллею педагога и наставника, посвященную учителям. Подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Тендит. Профессия учителя считается одной из самых почитаемых в мире. Учитель вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. И аллея – это символ благодарности и знак уважения непростому педагогическому труду. На церемонии открытия аллеи педагога и наставника с приветственным словом выступила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Мы сегодня с вами высаживаем аллею, посвященную году педагога и наставника. В год педагога и наставника мы отдаем дань памяти и уважения нашим прекрасным учителям. И эта аллея будет напоминать о каждом из них, о нашем любимом учителе. В год педагога и наставника по инициативе главы Карачаева-Черкесии при поддержке парламента, министерства, профсоюза образования и науки, мэрии Черкеска, молодые педагоги, наставники, профсоюзные активисты и старшеклассники, а также гости торжественного мероприятия высадили 19 саженцев яблонь Маковецкого в Центральном парке Черкеска. Эта аллея будет служить достойным украшением нашего города, будет радовать не одно поколение наших жителей и гостей, напоминая о той важной роли учителя в судьбе каждого человека. От подготовки молодых сотрудников, будущих учителей, зависит и будущее учеников. Заслуженные педагоги готовы передавать начинающим преподавателям навыки общения с учениками, а также их родителями. Мы очень ждем молодых специалистов у себя в школах и, как старшее поколение, мы подставим всегда свое плечо. Спустя несколько лет саженцы подрастут и весной будут радовать своим цветением, а осенью – сочными плодами. Эта аллея – повод еще раз вспомнить и поблагодарить наших учителей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаевой Черкесии провели профилактическое мероприятие для учащихся гимназий номер 13 «Черкеска». О фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать не только в период проведения акции, но и в любое другое время. В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, доступные в форме, рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнули, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость, избавиться самостоятельно от которой невозможно. Беседа вызвала неподдельный интерес у ребят. Учащиеся активно включились в обсуждение, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики. Предлагали свои варианты. Представитель полиции также рассказала об ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических веществ. Встреча прошла в форме диалога, что позволило детям задавать интересующие вопросы и получать исчерпывающие ответы. Рыбаки Камчатки снова в Черкесске. Они привезли жителям Карачаева Черкесии наисвежайшую продукцию в широком ассортименте. Светлана Шаганова вдыхала ароматы Тихого океана. Ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы самые настоящие шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия красная королева – икра. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминокислоты, полезная для женщин, чтобы красивые были, чтобы складки разглаживались на лице, волосы красивые были. Белорыбица, как обычно. Палтус у нас. Палтус – жирная рыбка, но она считается диетическая рыбка, потому что если у кого проблемы с кишечником, ее прекрасно можно кушать. Она абсолютно не повредит. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу. Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Поспешите в рыбную лавку Дары Камчатки и поднимите себе осеннее настроение. Адрес прежний – Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 29 октября включительно. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!